Воскресенье 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 Дальше 400 голов подняли Крупторогатого скота Пятилетний грант Мы выполнили план за 2 года Ну дай бог Если дальше доживем Все нормально И мы хотим вообще Поднять поголовье до 5000 голов От корма От корма И плюс еще Точные поголовьи Чтобы В дальнейшем я хочу На следующий год Если все получится Дай бог Участвовать еще В конкурсе грант Если мы получим, выиграем обратно, то хотим еще также построить большие откормочные сарай, откормочные фермы и поднять поголовье еще больше и создать условия лучше. Еще лучше намного. Я хочу заняться в дальнейшем как выгульный откорм. Они, получается, у нас на зеленках будут и будут откармливаться под электропастухами, под загородками. И как-то есть такие места, земли у нас, там нельзя посеять ничего. Чем они будут зарастать? Бурьянами. Лучше я там буду загораживать всю эту территорию и поставить туда откорм в выгульный. Они на зеленках будут пастись и будут откармливаться. Я думаю, вкус мяса, разница большая будет. Там уже будет чистый натуральный витамин, трава зеленая. А как-то здесь-то уже мы и так стараемся лучше, но тут уже мы витамины, конечно, сами уже добавляем, прокалываем. Кормим мы их концентратами пшеница, ячмень, кукуруза, горох, семечка. Ну, получается, мы делаем эти корма тоже, где телята, больше ячменя, больше кукурузы, больше там гороха. И получается 50% пшеница, остальное у нас идет там 30% ячменя, 10% кукурузы, 10% гороха. Вмещаем это все, продробиваем и кормим дробленкой. Приучиваем, конечно, тоже молодняк. Отбили от коров, от матерей. Начали там дней 15-20, по чуть-чуть, по чуть-чуть приучили. Потом начинаем полностью засыпать наши бункера. И полностью, они уже вольно у нас едят в течение 8-10 месяцев. Готовы бы, как я подумал, весом примерно по 500-600 килограмм средний вес. Сейчас полгода, три, год и четыре месяца примерно так достигают нас. Сдаем мы все поголовье. В основном сдаем мясоперерабатывающие мясные бойни. У нас получается, ну, мы отдаем СПК Восток, Орловке, Идрису на бойню, Зинаиде Николаевне на ремонтном, ремонтная бойня. Потом Григорию Михайловичу, Разильевская бойня. И сейчас новая бойня открылась. Ну, дай бог, да, вот в Пролетарске у нас открылся хорошая тоже бойня. Но в дальнейшем тоже там договора все сделаем, будем с ними тоже работать. Тоже цену неплохую предлагают. Бойни, например, у нас, вот они знают, например, что у меня поголовье. Иногда звонят, говорят, Ислам, нам срочно нужно на завтра, там, мясо. Там столько поголовь или на послезавтра, там, сможешь нам сдать. Ну, у меня-то готовый исход всегда есть, вот базы. Но эти у меня, получается, на этот месяц этот баз, через месяц этот будет готовый. А вот следующий баз, через два месяца, тот баз уже готовый, надо, можно уже сдать. Ну, короче, вот так у меня этих базов. Каждый баз я загоню по 170 голов. И у меня этих базов здесь, сейчас, в данный момент, 7 базов. Вот, видите, все забиты. Производители мы берем, брал, я раньше привозил с Воронежа, с племенных заводов. Но уже, как у меня уже пошли, там и девочек я брал, телочек оттуда, и бычков. Теперь уже пошли свои, свои племенные, свои. И я как-то уже где-то с того стада быка сюда пустил, отсюда бычка в то стадо, чтобы кровь менять и чтобы, ну, не мешать. Когда меняешь кровь, это телята лучше бывают и растут лучше. Вот сейчас маточное поголовье. В этом году я перехожу на гирефорды. Гирефорды. Одна стада у меня отдельно гирефорды, покрытые все обердинами. Как-то мне понравились и обердины, и гирефорды. Когда их мешаешь, телята бывают лучше и здоровей, и крепкие, такие выносливые для нашей погоды, для наших условий. А чистокровные, я пробовал чистокровные, ну, как-то жара чуть-чуть тяжеловата. Ну, естественно, стадо калмыцкой породы у нас, там телята тоже очень хорошие. В прошлом году покрывали гирефордами, в этом году покрыли их всех обердинами. И запустили пару голов шероля тоже. Сементальская тоже порода у нас есть, но голов 100. Сементала, астралип там по 200 голов. Ну, вы переходите уже на гирефорды? Да, да, да. В дальнейшем, дай бог, все нормально. Уже просто жалко этих коров, они дают хороших телят. Хотим перейти, дай бог, дальше уже на племенное хозяйство. Там уже такое, чистокровок, завести гирефордов, абердинов, сементал, шероле, люмзинов. Вот эти породы, как-то они самые высоко качественные. Там у них и мясо лучше, и качество. Ну, просто они лучше поправляются, и вес добавляют очень большой. Вот, например, мы ставим гирефордов на откорм годовалые бычки год и два, год и три. По 500-560, ну, не меньше 450 весом. Вот средний вес 500 килограмм. Год и два месяца. Вот это гирефорды. Ну, калмыцкая тоже, она выносливая, она крепкая, ну, достигает чуть меньше, до 450 килограмм. А вы бычков уже не покупаете, да? У нас своего, да. Ну, нет, и покупаем тоже. И покупаем, ну, и плюс еще свои. Каждый год у нас 500-600 голов. Ну, в этом году взяли мы вот 593 головы телят. А как вы выбираете? То есть у вас уже вы сотрудничаете уже с какими-то? Да, конечно, я езжу везде. В Воронеж ездил, смотрел. Там за границами тоже смотрю, как у них откормом занимаются, как там у них, какие добавки добавляют для роста. И что, что, чтобы они у нас лучше поправлялись, чтобы мясо было качество лучше. Ну, конечно, ездим везде. Вот даже у нас вот в Пролетарском районе очень хороший откормом занимаются. Там есть такие знакомые люди. Я даже вот езжу часто, мы с ними сотрудничаем. Даже вот езжу в Развильное, Григорий Михайлович, у него откорм очень тоже хороший. Там качество мяса, да там супер просто. Ну, дай бог, я тоже в дальнейшем хочу стать, так же поднять поголовье. Да, хотя бы до 5000 голов. Ближайшие, дай бог, год-два, я думаю, здоровья, все это у нас будет. Такое мнение, что сейчас вообще коровы – это не рентабельный откорм. Вот вообще не стоит… Ну, я одно скажу. Я начинал это откорм с пяти голов. С пяти голов. Как если не рентабельно, если мы уже подняли поголовье до почти 1400 голов? Ну, надо работать. Надо работать, ребята, халтурить не надо здесь. Надо стараться, надо лучше условия создать. Для меня, например, вот каждый год мы их отставим, мы откормим. Каждое поголовье поднимается весом до 500-600 килограмм. Теленок стоит 20 тысяч, а ты его выкармливаешь до 100 тысяч, до 70 тысяч, до 50 тысяч. В любом случае там разница есть. Как-то с каждой головы, хоть даже 10 тысяч, 15 тысяч в год заработаешь, тысячу голов держишь. В год можешь заработать где-то миллионов 10. И плюс ты не только себя кормишь. Рабочие места создаешь, людей. Люди там оттуда тоже все семьи кормятся. Это зарплата у людей, у всех, плюс премии у них тоже у всех. У нас работает сейчас, в данный момент, 8 человек. Не, ну тогда уже, говорят, до 5000 голов поднимем, а там уже будет, человек, наверное, ну, хотя бы 20 надо будет уже рабочих мест. Семья, конечно, помогает у меня, дети помогают, дочки помогают, ну, во всем. Дочки приедут, то кушать приготовят, тут папе, братьям, там, ну, где-то что-то сделают, то чай поставят. А сыновья, они занимаются, они полностью помогают, они уже на лошадях ездят, кормят полностью, вот даже, ну, как, они уже, вот старшему сыну 12 лет, получается, он уже года два, можно сказать, как взрослый мужик, он все справляется, все он делает. У него отдельный свой бас, у него еще и своя скотина. Как-то я ему так выделил, чтобы он занимался, в дальнейшем он знал, что это так, и что деньги с воздуха не падают, надо трудиться, надо знать, как зарабатывать. Они у меня еще занимаются спортом, занимаются в школах, учатся, все отличники, одна дочка хорошистка, а так учеба все отлично. Воспитанные, ну, правильные, религии они у нас еще такие, правильные все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова